Всем привет! А задавались ли вы когда-нибудь вопросом, какой редуктор можно было бы назвать самым лучшим? В качестве критериев здесь, думаю, можно взять передаточное число, КПД и технологичность конструкции. Начнем с цилиндрической передачи. Она является наиболее примитивным и в то же время оптимальным для большинства случаев решением, если, конечно, не считаться со сравнительно низким передаточным числом, что не позволяет назвать такую передачу идеальной. Повышение передаточного числа путем увеличения числа зубьев ведомого колеса представляет собой не только эстетический диссонанс, но и вызывает существенные трудности при дальнейшем проектировании валов и корпусных деталей. Поэтому при необходимости увеличения передаточного числа это можно сделать добавлением дополнительной ступени. Многоступенчатые передачи хотя и отличаются сложностью компоновки, но в то же время их преимущество позволяет покрывать данный недостаток. Причем две ступени это далеко не предел, поскольку в микроприводах число ступеней может достигать семи. Обратите внимание, что данные зубчатые пары смоделированы при помощи моей программы Bevel Gears версии 3.0, где появилась возможность профилирования полноценных косозубых колес от семи зубьев. Другим известным альтернативным решением является червячная передача. Здесь без проблем доступно высокое передаточное число, однако за него приходится платить КПД. К преимуществам такой передачи можно отнести явление самоторможения, хотя в некоторых случаях оно может являться и недостатком, поэтому к выбору червячной передачи следует подходить осознанно. В следующем я решил рассмотреть классический планетарный редуктор, однако сказать, что планетарный редуктор в классическом виде хороший невозможно, сравнивая его с той же цилиндрической передачей. Заметьте, что при похожем передаточном числе цилиндрическая передача оказалась гораздо компактнее, да и технологичнее. На вопрос, почему я не взял меньшие числа зубьев для проектирования планетарного редуктора, отвечу, что 17 – это минимальное число зубьев, при котором получилось разделить рабочее пространство на три части нацело, чтобы установить три сателлита. Именно такое число сателлитов является рекомендуемым для создания наиболее равномерной нагрузки. Этот редуктор, кстати, я также спроектировал с помощью новой версии своей программы Internal Bevel Gears, где я добавил возможность расчета по заданному углу зацепления. А теперь перейдем к претендентам названия «Лучший редуктор». Идея создания решения, которое вы сейчас видите, появилась у меня при детальном изучении работы прецессирующего редуктора. Также хочу поблагодарить одну мою очень талантливую подписчицу за ценный совет по улучшению конструкции. В текущем решении передаточное число рассчитывается по формуле, которую я выводил на одном из предыдущих видео. Можете посмотреть по подсказке в правом верхнем углу. При этом КПД здесь уже существенно выше. А в некоторых случаях у такого редуктора возможен выигрыш в силе, о котором я рассказывал на предыдущем видео. Смотрите также по подсказке. Поэтому, если вы проектируете грузоподъемный механизм, то можно смело обратить внимание на такой редуктор. Ах да, чуть не забыл. Основными элементами редуктора являются водила, ведущее звено. На нем установлено коническое колесо-сателлит внутреннего зацепления, которое также связано с корпусом через стальные шарики. Ведомым звеном механизма является правая вращающаяся шестеренка. Крутящий момент передается по известной простой закономерности. А между сателлитом и корпусом возникает реактивный момент, передаваемый шариками. И, наконец, еще одна новинка на моем канале – это перециклоидальный редуктор. Как и предыдущие два редуктора, он также относится к планетарным, хотя и сильно отличается внешне. Ведущим звеном здесь является водила, а ведомым – вал W-механизма. Цевочное колесо является неподвижным звеном, а звездочка – сателлитом. При этом такой механизм можно спроектировать и наоборот, когда профиль звездочки будет внутреннего зацепления, и она будет являться неподвижным звеном. Однако первый вариант с точки зрения расчетов несколько более удобный. Ориентировочный крутящий момент можно рассчитать по той же закономерности. У такого редуктора также присутствует возможность выигрыша в силе. Явным недостатком циклоидального редуктора является сложность конструкции. Хотя кто-то, может быть, скажет, что опорное цевочное колесо, к примеру, можно сделать цельным за счет сопряжений. В таком случае стоит внимательно посмотреть на то, как происходит передача движения. Вот здесь, обратите внимание, присутствует небольшой радиальный зазор. Причем величина этого зазора или вообще его отсутствие не играют особой роли, поскольку ориентировочная рабочая длина цевки гораздо меньше длины зуба звездочки. Поэтому можно сделать вывод, что без роликов трение будет невероятно большим. Для сравнения, у эвольвентного зацепления величина проскальзывания зубьев является очень низкой, а у внутреннего конического зацепления наблюдается практически полное качение. Второе, на что хочу обратить внимание, это дубль-В-механизм, который необходим для того, чтобы из планетарного движения звездочки получить простое вращательное движение. Поэтому и без дубль-В-механизма тоже никак. При изучении такого редуктора я узнал следующее. В качестве рабочей кривой здесь используется перец циклоида. Хотя, как я впоследствии понял, от циклоида она отличается по сути лишь названием, но процесс построения здесь немного другой. Перец циклоида может быть также и внутренней. Я решил, что можно назвать ее гипоперец циклоидой. Звездочка циклоидального редуктора, как и эвольвентное колесо, может иметь смещение. И главная необходимость его применения, на мой взгляд, это исключение заострения профиля. Например, сейчас перед вами начальные профили звездочек со смещением и без. Если мы увеличим их в самом начале кривой, то увидим, что на профиле со смещением присутствует небольшая площадка, которая и позволит в итоге избежать заострения. Кроме того, применение смещения позволяет уменьшить эксцентриситет, ну или межосевое расстояние. И еще одна особенность такого редуктора заключается в том, что нагрузка воспринимается рядом роликов, но не половиной, а чуть меньше. Этот редуктор, кстати, я спроектировал с помощью своей программы Перецайклоидал Гирс, которой хочу посвятить вторую часть видео. В качестве примера разберем проектирование вот такой передачи. Параметры вы видите на экране. Собственно, это уже конечный результат, а сейчас я вам расскажу, как это все дело спроектировать. Для этого откроем мою программу Перецайклоидал Гирс. Сейчас я расскажу, как работать с такой программой. Вот здесь для начала следует выбрать либо вариант 1, либо вариант 2. Вот так вот вариант 2 выглядит, я вам перед этим на видео уже показывал. То есть у варианта 2, обратите внимание, звездочка с внутренними выступами. Допустим, нам по заданию нужен вариант 1, поэтому его и оставим. А сюда мы занесем необходимые нам параметры зацепления. Диаметр расположения целок пускай будет тот же самый. А число выступов на звездочке у меня там 19. Ну и в принципе можно нажать на кнопку расчет. Вот здесь обратите внимание, выводятся параметры зацепления все, какие необходимы для построения и просто для понимания. На данном этапе, если необходимо, можно также выбрать вот этот пункт, спроектировать по межосевому расстоянию. Этот параметр полезен в том случае, если вы хотите, чтобы у межосевого расстояния было какое-то более удобное значение. Ну, например, вот 1,5 мм. То есть вот, обратите внимание, сейчас пересчитаю. И у меня слегка поменялись параметры, ну и в том числе вот это вот смещение профиля. Но если нам межосевое расстояние не играет особой роли, то можем оставить его автоматическим. Впрочем, как смещение и диаметр ролика. Диаметр ролика подбирается из условия максимального приведенного радиуса кривизны. Вот он. Расчет смещения профиля я сделал на основании литературных рекомендаций. А еще в программе есть такой параметр, как допуск профиля. Он позволяет уменьшить профиль на какую-то маленькую величину, для того, чтобы при реальном изготовлении звездочки не получилось очень тугого сопряжения ее профиля с роликами. Но поскольку мне нужна только лишь 3D модель, изготавливать я ее не собираюсь, то я оставляю этот параметр равным нулю. Ну и затем, если все здесь меня устраивает в остальном, то я тогда выбираю, что мне нужно. Либо выгрузить макрос, либо, соответственно, эскиз профиля выступа звездочки. Если вы работаете в новой версии Компас, где есть Компас макро, то, соответственно, выбираем вот эту галочку. Давайте попробуем. Нажимаем на кнопку звездочка. И вот здесь создаем где-нибудь папку. Ну, например, в моих документах. Ну и давайте запишем 19, 20. И вот здесь вот я сохраню макрос построения звездочки. Далее программа выдает профиль, который вот здесь вот получился. Ну и также необходимые данные для построения. Перейдем в мои документы. Откроем макрос, который мы выгрузили. Наряду с этим также нужно в Компас 3D создать новую деталь. И вот когда мы создали деталь, мы можем теперь запустить макрос. Запускаем. Ну и, собственно, вот звездочка построена. Ось вращения звездочки вот здесь вот совпадает с центральной точкой координат. То есть, как видите, ничего сложного здесь нет. А теперь я хочу показать еще один случай построения звездочки, который пригодится тем, кто пользуется старой версией Компас или какой-либо другой системой проектирования. Вот здесь тогда переключаем галочку на DXF. И также нажимаем звездочка. Ну и также сохраняем профиль. Затем нам следует перейти в папку с примерами, которая идет вместе с программой. И вот здесь вот ищем нужную нам передачу. Они здесь все собраны по папкам и подписаны. Нас интересует вот эта папка в данном случае. Вот здесь вот нас интересует первый вариант. И также скопируем еще цевочное колесо. Откроем звездочку в Компас 3D. Вот здесь исключим из расчета последние 3 операции. Ну и начнем потихоньку редактировать каждый из эскизов. Берем вот этот вот эскиз. Нажимаем правой кнопкой редактировать. И вот здесь вот ширину выбираем произвольно. Ну пусть она, в принципе, и останется той же 10 мм. А радиус мы копируем вот отсюда. Вот первое вот это самое. Выходим. Затем открываем профиль зуба звездочки, который мы выгрузили. Приближаем его. И вот здесь вот запасаемся немножечко терпением, потому что вот эти вот все точки центра окружности нам надо будет сейчас вот такой вот кривой безе аккуратненько по центральным точкам вот так вот соединить. С количеством точек я здесь довольно хорошо постарался. Продолжение следует... 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 и совместим с центральной точкой координат. Вот таким вот образом выходим. Включаем в расчет эскиз. Ну и затем также включаем в расчет вот этот вот массив. Зайдем в редактирование массива и вот здесь вот установим 19 выступов. Ну и собственно вот такая же точно звездочка у нас получилась, как и при автоматическом построении. Также здесь еще можно включить в расчет эскиз центрального отверстия. Можно в принципе его немножечко вот здесь вот увеличить. Пускай диаметр будет 20 мм. Выходим из построения, включаем в расчет. Ну и в принципе можно сохранить на этом. Далее также я могу показать, как работать с цевочным колесом, хотя это цевочное колесо сугубо для наглядности. Понятно, что оно должно быть не в виде одной детали, а сборочной единицей. Я хочу просто сейчас построить такую же деталь, но под свои параметры и соответственно проверить, как все это будет работать. Вот здесь для начала установим диаметр окружности расположения роликов равным тому, который у нас в задании. Вот он, 100 мм. Затем переместим сам ролик. Ну и также проверим диаметр роликов. Нам нужен ролик диаметром 10 мм. Он здесь и так 10 мм. Тогда, соответственно, осталось только окружность самого диска поправить вот таким вот образом. Можно, в принципе, и побольше сделать, чуть-чуть. Но пускай будет такой. Затем заходим в следующий эскиз. И вот здесь, в принципе, делаем то же самое. Вот здесь у меня 100 мм было. Ну и, в принципе, вот этот же ролик я просто беру и перемещаю. Ну и также осталось еще подредактировать количество объектов. У нас должно быть 20 роликов. Ну и посадочное отверстие тоже можно сделать побольше. Сохраняем. Ну а затем предлагаю проверить, как это все будет у нас работать. Открываем построенные детали в новой версии компаса. Вот здесь создаем сборку и добавляем. Совмещаем сразу с центральной точкой, чтобы слева у нас вот здесь вот координаты были по нулям. Вот здесь вот сразу можно освободить данную деталь, отключить фиксацию, вот здесь вот нажать и установить необходимые привязки. Соосность посадочного отверстия вот с этой вот вертикальной осью и совпадение вот этой вот поверхности вот с этой вот плоскостью. Добавим также и целочное колесо. Ну и прежде чем мы его куда-либо поставим, нам необходимо сделать подступ на межосевое расстояние. Для этого, в принципе, можно просто создать эскиз, например, вот в этой плоскости, где мы поставим точку, которая будет отстоять от центральной на величину межосевого расстояния. Вот оно, межосевое расстояние. Копируем его и, собственно, вот здесь вот устанавливаем. Правильно я установил? Нет? Не пойму. Пускай эта точка будет вот здесь. После того, как я построил вот эту точку, я выбираю снова соосность и делаю соосным эту точку вот с этой вот посадочной поверхностью. Затем также включаем совпадение торцевой поверхности роликов с торцевой поверхностью звездочки. И, в принципе, сборка готова. Внимательно посмотрим, чтобы вот здесь у нас все было как надо, то есть, чтобы не было никакой интерференции. Ну и, в принципе, можно попробовать поставить сопряжение вращения и покрутить детали. Вот здесь первым компонентом установим звездочку. Ось ее вращения будет вот эта вот синенькая ось. Далее выберем компонент сывочное колесо. Ну и в качестве объекта ее вращения будет вот эта вот точка. Почему там не выбирается? Попробую просто нажать на эскизь 1. Тоже не выбирается. Ну, значит, нужно все-таки поставить вот здесь вот ось. Еще раз выберем сопряжение вращения. Также выберем компоненты в той же последовательности. Вот здесь вот ось вращения звездочки вот эта вот синенькая. Ось вращения целочного колеса вот такая вот светленькая, которую мы только что поставили. Так, ну и передаточное число у нас будет как 20 к 19. Попробуем покрутить. Вот, обратите внимание, что у нас идет зацепление. И пусть еле заметно, но на звездочку у нас вращается чуть-чуть быстрее вот этого целочного колеса. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok